Музыка Очередным этапом битвы IT-корпорации у нас изначально был запланирован бадминтон. В этот раз мы его провели на спорткомплексе Харьковского политехнического университета. Опять же таки не без помощи областной федерации бадминтона, которая помогла нам и с судейством, и с инвентарем. Мы собрали 7 лучших команд и со стадии групповой, как мы и планировали, провели сначала групповые игры, и после этого этап плей-офф. Музыка Ну, во-первых, мне понравилось больше всего, потому что это единственное, где я занял не шестое место, а пятое. Это сразу огромный плюс, огромные позитивные эмоции. Самый, наверное, активный из всех по ковидам, которые были. Очень прикольно. Огромное спасибо организаторам. Как минимум за то, что такие компании, как мы, IT-компании, крупные международные компании, мы настолько много работаем, что мы не общаемся внутри коллектива. Это единственное место, где мы можем хотя бы друг с другом пообщаться, вне стен нашего офиса. Музыка Приятно удивили команды, так как много, действительно много из семи команд, участников, которые показали высокий уровень бадминтона. Даже в сравнении битвы обычной, битвы корпорации, которая у нас традиционный турнир на 18 команд, из этих семи мне даже показалось, что участников сильных и более профессиональных было много. Музыка Не все даже знают, как правильно произносится это слово. Не все знают, что это олимпийский вид спорта, что это достаточно серьезный, травмоопасный. И почему-то все считают, что это чисто пляжная игра, это просто выйти во дворе, хотя это намного труднее, потому что зачастую это ветер, это погодные условия, которые совершенно не пригодны для игры. Для меня я раньше ходила, играла в бадминтон, мне это очень нравилась игра, и, собственно, может быть, поэтому, благодаря этому у меня получилось занять сегодня призовое место. Никогда нельзя недооценивать соперника, то есть ты можешь посмотреть, и тебе кажется, сейчас я его выиграю и проиграть. Так зачастую и бывает, поэтому все ребята в первую очередь получали удовольствие. Для меня самое главное было сыграть, посмотреть на других ребят, видеть радость в глазах, когда они проигрывают, выигрывают. Это было круто. Я скажу, что я очень-очень получила много удовольствия, и, надеюсь, и остальные ребята тоже. Впереди в битве IT-корпорации намечается несколько очень интересных видов спорта. Очень скоро мы будем выходить уже на улицу из залов, так как весна на дворе, и погода, в принципе, благоволит. Первым этапом, который мы проведем на свежем воздухе, запланирован лазертак. После этого будет стрельба из лука, и дальше это будет футзал, мини-футбол и гольф. В принципе, по этому графику мы будем идти. Так что еще раз хочу напомнить, что двери IT-корпорации как турнира всегда открыты, и мы ждем новые команды на любой этап нашего турнира. Субтитры создавал DimaTorzok